МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Больше, лучше и доступнее. Зодчие и руководители муниципалитетов обсудили вопросы жилищного строительства. Взятка преступнику. Мошенник обещал чебоксарцам решение всех проблем. Одинаковыми быть не обязательно. Особенный театральный фестиваль проходит в Чувашии. В минувшие выходные в Чувашии произошла трагедия. В Цивильском районе возле поселка Нюрши свадебный кортеж столкнулся с грузовиком. Погиб жених и его друзья. Свадебный кортеж жениха и шести машин выехал из Чебоксара в Урмарский район за невестой. Впереди двигался легковой БМВ, в котором ехал сам жених и его друзья. За рулем, по предварительным данным, был владелец иномарки. На мокром от дождя асфальте водитель БМВ потерял управление. Машину закрутило и выбросило на противоположную полосу движения, по которой двигалась Скания из Белоруссии. Шофер фуры ничего не успел сделать. После столкновения грузовик съехал в кювет и лишь по счастливой случайности не перевернулся. Все трое молодых людей, старшему из которых не больше 25 лет, ехавших в легковушке погибли, сообщают в МВД по Чувашии. К другим темам. Строить больше и лучше, не забывая о доступности. В минувшие выходные представители строительной индустрии и муниципальных органов власти поговорили о насущном. В отрасли наметились серьезные перемены к лучшему, но есть и нерешенные проблемы. Дмитрий Квалев подробнее. В два раза больше и это не предел. В республике значительно увеличились объемы вода в эксплуатацию многоквартирных домов. За этими цифрами стоит огромная работа. Чувашия начала активнее предоставлять застройщикам свободные площадки. Теперь эти территории называют точками роста. Богданка, новый город, окраина Новоюжного района. На строительную отрасль власти делают ставку. За январь-сентябрь 2014 года наблюдается рост объема производства строительных материалов и конструкций. Ожидаемый объем отгруженной продукции по производству строительных материалов составит более 5,6 миллиардов рублей. Сколько бюджетных средств складываем в строительные отрасли, могу сказать, что 4 рубль строительные отрасли – это бюджетные рубли. По нашим государственным социальным программам. Вот недавно состоялся Государственный совет Российской Федерации, вы уже знаете. И наша республика была названа в числе лучших регионов Российской Федерации по эффективности использования бюджетных средств по государственным программам. Но локомотив экономики то и дело тормозят проблемы. Некоторым районам не удалось выполнить план ввода жилья. Глав муниципалитетов призвали к ответу. В своих отчетах они обрисовали конкретные планы. Темпы должны повыситься до конца этого года. Но сделать это многим будет непросто. Больше всего отстал от других Канажский район. Планы у нас на последний квартал таких дней. В октябре 5000 квадратных метров, в ноябре 10 тысяч, в декабре 11300 квадратных метров. То есть и в прошлом году мы ввели последний квартал, и в этом году мы его введем. А почему это происходит? Потому что в летнее время они строятся, а сейчас идет оформление документов. Основное строительство идет у нас практически все индивидуальное. за счет хозяйственных способов строить жителей. Но несмотря на это, мы главные сельские поселения еще раз откорректировали свои действия. Тот план, который нам обозначен по итогам четвертого квартала, мы надеемся, выполним. Конечно, из года в год, к сожалению, становится нам тяжелее строить, потому что еще один такой фактор есть. К сожалению, стареет население. Руководители организаций тоже намекали на проблемы. К примеру, одна из чебоксарских компаний не может сдать в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров. А все из-за того, что к домам не удается подключить электроэнергию. Все эти вопросы, которые возникают в рабочем порядке, их надо снимать. Вот так полгода ходить, соответственно, согласовывать, когда люди уже приобретают жилье, отделывают, им надо уже переселяться в новые приобретенные квартиры. Там же есть люди, которые кредитные линии оформляют, проценты платят. Конечно, это не боже. Это можно расселивать или вредительство, или еще что-то там. С трудностями при оформлении необходимой документации сталкиваются многие руководители. Зачастую застройщикам с опозданием выдаются технические условия, хотя на разных уровнях были достигнуты договоренности. Пробуксовка соглашений наблюдается на уровне муниципалитетов. Еще одна проблема – повышение цен за квадратный метр. Они растут с каждым годом. Мы сегодня приблизились к планке уже по статистике в 40 тысяч квадратных метров. Это, в первую очередь, касается двух городов. Чебоксар – это недопустимо. Все-таки 40 тысяч для Чебоксар – дорого. И, соответственно, как Михаил Васильевич говорит, необходимо создавать площадки, увеличивать усилию конкуренцию. В ближайшие годы в республике должны увеличиться объемы строительства жилья эконом-класса. Реализовать эти проблемы возможно только если государство и бизнес объединят усилия. Местные власти предоставляют застройщикам земельные участки, которым уже подведены коммуникации. Правда, эту работу удалось наладить еще не во всех районах. Проблемы, которые озвучили участники совещания, глава региона взял на контроль. Их решение не должно затянуться. Медрик Валев, Светлана Алекимова, Александр Петров. Республика. Русская пословица гласит «Не подмажешь – не поедешь». Отдельные граждане по-прежнему считают, что с помощью взятки можно решить любые вопросы. И ошибаются. Сотрудники Управления ФСБ России по Чувашии задержали мошенника, который с успехом играл на ментальности и доверии соотечественников. За определенные вознаграждения он обещал решить любые вопросы в органах госвласти, судах и коммерческих структурах. Разумеется, ничего не решал. Но деньги получал неплохие. Мнимое содействие обошлось доверчивым гражданам более чем в миллион рублей. Кому-то обещал постановку и продвижение в очереди на получение соцжилья, кому-то 50-процентную скидку на приобретение автомобиля. 31-летний Алексей Чесноков оказался неплохим психологом, знал, на чем и как сыграть. Последние 120 тысяч рублей ему передал ответственный работник администрации столицы за якобы отказ в возбуждении уголовного дела. В момент передачи денег лжесотрудника ФСБ задержали настоящие оперативники. Ранее Чесноков был дважды судим за мошенничество и за разбой. Теперь ему грозит новый срок. 10 октября 2013 года на основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении Алексея Чеснокова следственным отделом ФСБ России по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Если вы стали жертвой мошеннических действий Алексея Чеснокова или владеете иной информацией о его противоправных деяниях, просьба обращаться в ФСБ по телефону 39-72-58. Отвоевать у погоды каждый час такая задача стоит перед аграриями Чувашия. Этот и другие вопросы, актуальные для осени, глава Чувашия обсудил сегодня с правительством республики. Из-за дождей в Чувашии неубранными остаются около 2000 гектаров картофеля. Это меньше 20% от ожидаемого урожая. Впрочем, такие данные были озвучены с утра. К вечеру с учетом погоды осталось явно меньше. Аграрии используют каждую минуту. Также закладывается уборка кукурузы на силос и на зерно уже убрано свыше 4500 гектаров. Также идет процесс, если по заготовке кормов кукурузы закладываем, то на сегодняшний день у нас 23,7 центров кормовых единиц на одну условно-головую скота уже заготовлено. Руководитель Минсельхоза Чувашии рассказал об итогах 15-й всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая завершилась в Москве. Всего в ней приняли участие 50 субъектов России и 25 стран. Чувашию представляли 30 сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. Качество представленной продукции рассматривалось постоянно действующими декорационными комиссиями, научно-исследовательскими, взрослевыми институтами. И отмечены медалями. Всего получено 31 медаль, в том числе 11 золотых. Это лучшие лично подсобные хозяйства. И 9 за производство высококачественной биологической продукции. И 1 за наилучшее племенное хозяйство в птицеводстве. Также 7 серебряных, 13 бронзовых. И 2 благодарности за выпуск качественной продукции. На совещании обсудили вопрос о возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителям, субсидировании процентных ставок по кредитам. Учитывая, что фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств активно привлекают ресурсы на развитие АПК, Михаил Игнатьев попросил внимательно подойти к решению этой задачи. По инвестиционным кредитам, по сельхозяйственным организациям там практически тоже надо профинансировать. Цена вопроса 25 миллиардов рублей. Владимир Владимирович, проводя совещание в Краснодаре, дал соответствующее получение. Поэтому сразу они не закроют, наверное, в этом году. Переходящий он будет оставаться. Но и с учетом наших расчетов по факту оформления с коммерческими банками все надо выверить, для того, чтобы ошибок здесь не было. Еще одна осенняя проблема с наступлением холодов увеличивается количество пожаров. Неисправные нагревательные приборы и неосторожное обращение с огнем приводят к гибели людей. По состоянию на 10 октября 2013 года в республике зарегистрировано 786 пожаров. Это чуть поменьше, на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в то же время, если по России у нас произошло снижение пожаров за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом на 5,29%, при Волжском федеральном округе на 5,3%, но, к сожалению, за 9 месяцев мы допустили у себя в республике, наоборот, рост количества пожаров на 1%. К сожалению, в 70% случаев погибшие были в состоянии алкогольного опьянения. Вообще, львиная доля возгораний происходит по вине нетрезвых граждан. Сотрудники госкомитета сейчас обходят частные секторы и другие жилые дома из группы РИСКО, чтобы еще раз напомнить хозяевам будьте внимательны и осторожны. Что же касается имущества, то ущерб от огня с каждым годом становится все ощутимее. Между тем, застрахованными от пожаров оказались лишь 17% погорельцев. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Руководитель госкомитета по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров пообещал прийти к нам в студию и подробно рассказать о том, какие правила должны соблюдать в осенне-зимний период все люди. Программа «Правительственная связь» выйдет в эфир в среду 16 октября в 20.00. А сегодня в эфире национального телевидения Чуваши программы для потребителей качества автора проекта помогут отличить качественный алкоголь от фальсификата. С начала этого года минимальная стоимость крепких напитков в рознице составляет 170 рублей. Это порог для одной полулитровой бутылки. Правда, в этом году в республике из оборота из эмали и дешевый суррогат. Чаще всего в Чувашии он поставляется из Кавказа и Москвы. С алкогольным фальсификатом в регионе борются активно. В республике уже ввели временные ограничения на продажу спиртного. А скоро будут приняты и дополнительные меры. Влияют ли эти запреты на деятельность бракоделов? И на что специалисты советуют обращать внимание при покупке алкоголя? Смотрите сразу после выпуска новостей. В Чапагсарах уже вот уже несколько дней царит атмосфера тепла, любви и взаимопонимания. Первый международный особенный фестиваль кукол для особенного зрителя набирает обороты. Ребятишки посмотрели постановки артистов из разных уголков мира и обрели новых друзей. Среди гостей фестиваля французский театр кукол познакомиться с артистами, а также с их творчеством выехала и наша съемочная группа. Дуду, зайчонок, глупый ребенок. Этому зайчонку не повезло. Он родился с врожденной болезнью и не похож на своих братьев и сестер. Зверята считают его глупым и смеются. Кажется, что это только грустная история из сказки. Но жизнь большинства сидящих в зале детей в точности копирует происходящее на сцене. Ты же знаешь, Лили, что наш маленький Дуду никогда не станет таким, как все. Я тебе это уже объясняла. Дуду заболел еще до своего рождения. Называется это болезнь Дауна. Он в этом нисколько не виноват. Одинаковыми быть нам не обязательно. Это название фестиваля и главная мысль, которую пытаются донести до зрителей артисты театра. Каждая постановка очередная попытка научить и детей, и взрослых понимать и любить особенных детей. Этот фестиваль нужен как бы не только для развлечения. Этот фестиваль дает нам добро, веру, надежду в будущее. Я думаю, здесь никто не почувствует себя особенным. Мы здесь все одинаково. Объединяясь, только мы можем облегчить жизнь этих таких особенных зрителей. Актриса французского театра кукол Елена Гусева родилась в городе Шумерле, но когда ей было пять месяцев, родители переехали жить во Францию. С тех пор она не ступала на чувашскую землю, поэтому выступление в Чебоксарах стало для нее особенным. Отметили, что люди у вас потрясающие, просто очень душевные, но самое главное, конечно, то, что проходит этот фестиваль и существует этот центр, есть забота о таких детях, и вот это самое главное, вот это трогает очень. Чувашский государственный театр, кукол, Министерство культуры, Совет Женщин Республики сделали очень много для того, чтобы этот фестиваль все-таки появился на свет, появился именно в Чувашской Республике, потому что как бы вот Чувашскому народу, вообще людям, которые проживают на территории Чувашской Республики эти вот чувства доброты, толерантности, они присущи. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями стал одним из первых зрительных залов, где прошли выступления кукольников. Сейчас спектакли идут в Чувашском институте культуры и искусств, Чебоксарской школе номер 59 и на других площадках города. За шесть дней фестиваль ребята увидят выступления лучших творческих коллективов России, Болгарии, Сербии, Валя примут участие 13 театров кукол. Попасть на выступление еще можно. Торжественное закрытие состоится 16 октября. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Мост, который построен немцами, водопад, Серебряный каскад, Ильина гора, все это для большинства малоизвестные места Чувашии. В Республике есть и другие не менее интересные объекты, о которых рассказывали участники творческого конкурса «Я тут был». Проводился он по инициативе Ростелеком во всех регионах Привожского федерального округа. Везде участники конкурса представляли малознакомые и удивительные уголки. Их работа оценивала местные жюри и определяла победителей. О том, кто стал первым в Чувашии, далее в репортаже. В финал творческого конкурса «Ростелеком» после отбора прошли 18 работ. Среди них волшебное место древних Чуваший с дубом-великаном Керемич, что в 25 конкурса 11-летней Анны Пуганиной, а также очерк «Остров надежды» об историко-туристическом комплексе усадьба братьев Таланцевых в Ядренском районе некогда заброшенном и возвращаемом к жизни местным фермерам. Об оригинальном памятнике поведал самый старший участник конкурса журналист Лев Васильев. Работы оценивало жюри, в которые вошли организаторы конкурса, чиновники, журналисты. Нам бы очень хотелось, чтобы все жители Чувашской республики знали о том, где они живут, знали о том, какие прекрасные места есть у нас в Чувашии. Обязательно бы эти места посетили, сделали для себя большое количество открытий, получили большое количество положительных эмоций. Лучшего определило жюри. Большинство баллов получила работа Светлана Кузнецовой. Мост, который построили немцы. Памятник уникальный и с архитектурной, и с исторической точки зрения. Стратегический объект времен Великой Отечественной войны. Находится он в деревне Макры Канажского района. Две версии есть о создании этого моста. По одной из них он был сооружен в 13-17 годы, по другой в 40-е годы. И принимали в обоих случаях немцы. Во втором случае это были пленные вермахта. Сейчас, собственно, он находится далеко от железнодорожной ветки. К сожалению, заброшен. И поэтому ко всем другим чувствам примешивается еще и горькое чувство. Если бы он стоял где-нибудь в Европе, наверное, его бы, не знаю, к нему относились очень бережно. Сейчас же туда приезжают свадебные кортежи, делают там свои свадебные фотосессии, любители джампинга там его буквально атаковали. Жюри выделило еще 4 работы, в числе которых оказались «Остров Надежда», а также «Водопад Серебряный каскад». Есть такое в Маргаушском районе Чуваши. Прочитав статью о нем в газете, Алексей Донской счел, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь здесь поставлена так называемая геокэшинговая точка. Там действительно серебряные струи текут, очень красивые. Вообще напоминают Крым, Крымские каньоны, водопады, там тоже есть такие серебряные струи. Все очень... Нет у нас аналогов в Чувашии. Авторам отмеченных работ вручили дипломы и ценные призы. Ну а все творческие проекты участников организатора разместили на сайте конкурса. Там каждый желающий может открыть для себя малоизвестные, но интересные места Чувашия. И в заключении выпуска о спорте одну золотую и три серебряные медали привезли воспитанники Республиканской спортшколы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо из греческого города Салоники. Уже являющийся чемпионом Европы Максим Иванов завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 68 килограммов. Уверенно выиграв в финале у Артура Те из Киргизии 5-0. Прошлогодняя победительница первенства мира среди девушек Эдеры Лаврентьева стала серебряным призером в весовой категории до 48 килограммов среди юниорок. Дебютанты международных соревнований Наталья Степанова и Владимир Алексеев в своих весовых категориях стали серебряными призерами, сообщают в Минспорты Республики. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Будьте в форме. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова